Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сейчас очень много информации в социальных сетях, связанных со страшилками, что будут ограничения вкладов. Давайте поговорим об этом, посмотрим на то, что на самом деле нужно, скорее всего, монетарным властям, где концентрируются основные риски и что же все-таки использовать для того, чтобы эти риски минимизировать, если вдруг они реализуются. Есть понимание, что денежная масса увеличивается, увеличение денежной массы приводит к инфляции. Соответственно, тебе нужно эту денежную массу каким-то образом зажать, потому что если она выйдет из банковских депозитов, то она, соответственно, тебя все смоет, она разгонит просто адскую инфляцию. И тебе нужно по максимуму сделать, чтобы этого не происходило. Что ты для этого можешь сделать? Во-первых, длительное время оставлять процентные ставки высокими. В этот момент, подготавливая какую-то законодательную почву, связанную с тем, что любое увеличение скорости обращения денег будет каким-то образом, ну, в кавычках назовем, наказываться. То есть могут увеличивать сроки льготно-долгосрочное владение. То есть, условно, если ты купил автомобиль и раньше одного года его продал, цена у него изменилась, да, ты платишь разницу. Ты купил квартиру, раньше трех лет ее продал, заплати НДФЛ разницу. Увеличить с трех до пяти лет, например. На автомобильный, там, я не знаю, с трех лет тоже до пяти. По акциям тоже льготы на долгосрочное владение с трех до пяти. Увеличить льготы на долгосрочное владение, то есть бить рублем. Это будет сказано так из-за разряда, ну, ребята, спекулянтов мы наказываем, а долгосрочных инвесторов мы приветствуем. Если ты долгосрочный инвестор и владеешь более пяти лет, да, тебе государство каких-нибудь плюшек отсыпет. Те же самые льготы на долгосрочное владение. Какое-нибудь доначисление, какое-либо стимулирование. Никто не будет ограничивать доходность, но при этом, если ты идешь на потребление, могут быть введены уже реально запущенные истории из-за разряда обоснования твоих трат. То есть у тебя есть задекларированные доходы, у тебя есть расходы, которые мы видим там по кредитным карточкам, в том числе включая снятие наличных денег. Ты что-то купил автомобиль, и как-то этот автомобиль не стыкуется с теми доходами, которые задекларированы, по которым уплачен НДФЛ. Мы тебе доначислен налог, вот ты потом нам расскажешь, обоснуешь, откуда у тебя получились эти доходы, мы тебе назад вернем. То есть история связана с тем, чтобы вот эту денежную массу ее зажать. Зажать опять-таки какими-то стимулами. Просто говорить, что заблокированы деньги на банковских депозитах. Такое нет, потому что это тогда вызывает разрушение доверия к финансовой системе, и это паника. Это никому не нужно. Поэтому поэтапное плавное снижение процентной ставки не резкое. Раз. Второе. В процессе вот этом всем, да, подготовка законодательства в сфере налогообложения, связанное с любыми инструментами владения. Третье. Это жесткие контроли, поступление денежных средств на счета и отчисление налогов. Все свои незаконные доходы в кармане, даже наличие, никому не показывай. Но я в этом случае задаю элементарный вопрос. Ребят, скажите, пожалуйста, вот вы наличными за последний месяц сколько раз расплачивались и где? И посмотрите, в принципе, что в чеке указано, когда вы совершаете транзакцию. Номер карты, сумма, дата транзакции. Любая карточка, она привязана к ИНН. То есть, еще раз, налоговая имеет информацию о всех тратах абсолютно, какие совершаются. То есть, история такая же. Человек будет соотносить свои траты со своими доходами элементарными. Суть в том, что эта гипотеза не значит, что так оно и будет. То состояние, в которое находится сейчас экономика, да, идет очень большой дисбаланс. Где денег не хватает, их еще больше не будет хватать. Где денег перебор, там их еще больше будет. Ну, то есть, реальная экономика, реальные инвестиции не получают финансирование, потому что стоимость кредитования очень высокая. То есть, там мало. Если ставки будут снижать плавно, да, говорить о том, что прям начнется резкий отток денег с банковских депозитов, тоже не приходится. Да, они будут поменьше. Но, тем не менее, там говорить, что все закрыли банковские депозиты и начали активно тратить, тоже, соответственно, это не будет. И мы получаем, что, например, банковская система, она наполнена деньгами, но кредиты она выдать не может. То есть, никто не берет такие кредиты. Ну, по крайней мере, из предприятий никто не берет. Физики, может быть, и берут. По ипотеке в Сбере 25%. Даже в фондовый рынок можешь не вкладываться, да, то есть, тебе проще быть акционером Сбербанка. То есть, есть люди, которые берут ипотеку по 25%. Получается, вот этот вот дисбаланс растет. И тебе его нужно плавно уводить, плавно снижать процентную ставку, параллельно с этим создавая какие-то альтернативы. Потому что, если резко опустят процентную ставку, получат инфляцию, с ней надо будет бороться еще более высокая процентная ставка, и тогда в разнос экономика пойдет. Это понимают. И тогда как-то сдерживать надо. Сейчас вот первые налоговые льготы начинают вводить, посмотрят, работает, не работает. Я не жду, что доходность банковских вкладов прям резко будет падать. Но, тем не менее, нужно понимать, что по итогам 2025 года, скорее всего, цель Сбербанка будет достигнута. Инфляция снизится, и ставка ЦБ будет снижаться. Привлекательность вкладов с высокими процентами, она, наверное, интересна на горизонте в 6-8 месяцев. После этого будут работать другие инструменты. На мой взгляд, это все-таки являются облигации, которые позволяют на более длительный срок зафиксировать сопоставимую доходность. И как вывод, связанный с тем, что будут стимулировать долгосрочное владение, то есть симбиоз покупки облигаций на индивидуальном инвестиционном счету, сочетание налоговых льгот, которые мы получаем, и купонного дохода, и доходности к погашению, которые мы имеем в облигациях, сейчас является одним из лучших за всю историю российского рынка ценных бумаг. Поэтому, друзья, у нас есть замечательный продукт, который называется облигационный портфель, где команда MaxCapital отбирает конкретные облигации с высоким кредитным качеством, которые позволяют сейчас сформировать свои облигационные портфели с доходностью к погашению на горизонте в 5 лет порядка 20-22%. Как присоединиться к данному проекту, вы можете узнать по ссылке в описании к данному видео. Используйте налоговые льготы, используйте возможность получения фиксированного дохода в рублях, которые можно получить в настоящий момент, причем там же мы сработаем и на замещающие облигации, это если вам нужно защитить валютные риски. Вот что-то это ходит про то, что прям грядет денежная реформа. Если блокируют вклады, да, и так уже делали в 92-м году, получили там гиперинфляцию как таковую. И что? То есть смысл в том, что экономики нужны финансы, то есть финансовая система это кровеносная система. Можно ли говорить, что она сверхэффективна, скорее нет чем да, то есть на ней просто финансовые посредники зарабатывают, то есть классическое ростовщичество, причем под достаточно высокий процент. Если в этой финансовой системе кровеносный кровь есть, деньги есть, денежная масса есть, да, она увеличивается, наверное, быстрее, чем хотелось бы. Или ты позволяешь этой денежной массе вырваться из финансовой системы, когда эти деньги являются основой для инвестиций. И инвестиции в данном случае это создание производств, рабочих мест, создание там каких-то стартапов, ну то есть создание реальных производств, создающих прибавочную стоимость в сельском хозяйстве, в промышленности, в металлургии, в добыче сырья, что мы по итогу, да, берем эти деньги, эти деньги являются основой для создания каких-то предприятий, эти предприятия создают продукты и услуги, и, соответственно, экономика растет. То есть это первый вариант, когда ты направляешь в реальный сектор экономики, когда у тебя строятся заводы, пароходы, технологии разрабатываются. Второй вариант, ты ничего не делаешь, ты просто опускаешь процентную ставку, не создаешь никаких производств, не создаешь никакой инфраструктуры, вообще ничего не создаешь, то есть у тебя экономика, у нее нет возможности удовлетворить спрос, который у тебя в любом случае вырастет. И у людей возникнет вопрос, опустили процентную ставку, условно до 10% с 20% по банковским депозитам. Говорят, так, 10% неинтересно, лучше я доллары куплю, доллары не купить. Хорошо, какие у тебя альтернативы есть? Пошел квартиру куплю, а что остается? Пойду машину китайца куплю за 10 миллионов. Высокий спрос удовлетворить, который невозможно, цены на него вырастут, получают инфляцию. Тебе самое важное, чтобы вот этот объем денег, который у физиков есть, не вышел в потребление. Не обязательно тебе их блокировать, потому что тогда ты потеряешь доверие к системе, а финансовая система строится на доверии. То есть тогда у тебя взорвется кровеносная система, которая перестанет работать. И ты получишь гиперинфляцию. Тебе никто не запрещает потреблять? Просто, пожалуйста, объясни, обоснуй, да, почему при твоих доходах за предыдущие три года, по которым уплачен социальные взносы, медицинская страховка, НДФЛ уплачен, по которой ты отчитывался, почему они не соотносятся с тем количеством денег, которое у тебя лежало на банковском депозите? Народ такое скажет, ну, пускай тогда просто лежат. Ничего объяснять не буду. Буду по чуть-чуть забирать по 100 тысяч, и тогда я этот миллион условно выберу в течение года. Но таким образом, опять-таки, ты же скорость обращения уменьшаешь, да, то есть ты забираешь просто по 100 тысяч. И опять куда ты их направляешь? Как банки будут говорить, да? Вот сейчас ставка по банковскому вкладу 10%, все прекрасно понимаем. Но вот смотрите, есть замечательные инфраструктурные облигации от государства УФЗ с текущей доходностью там в районе 14-18% за 10 лет. Ну, средне накопленной, да? Как вам такая история? Интересно. Хоть переложился. Часть будет туда перетекать. За этот период, я думаю, что рынок еще каким-то образом отыграет, да, и будет альтернатива в форме фондового рынка. IPO будет проводиться, да? То есть у нас же не зря поставлена задача довести там капитализацию фондового рынка от ВВП 66%. Это в 2,5 раза от текущей значения должен вырасти. У тебя два варианта. Или тебе повышать стоимость акций, или тебе проводить IPO. Уменьшая денежную массу. По 5 триллионов рублей объем IPO планироваться. За 5 лет на 5 25 триллионов. А у физиков сколько там? 50 триллионов. Вывод такой, что я не считаю, что будет заморозка, создадут какие-то определенные препятствия, связанные с подтверждением законности происхождения денег, с декларированием доходов, с отнесением доходов, со стимулированием долгосрочного сбережения, с наказанием за краткосрочную спекуляцию. Условно могут ограничить количество товаров, покупаемых в одни руки, да, типа недвижимости, по автомобиле, да, то есть количество кредитов, которые ты можешь иметь, которые приходятся на одну семью. Увеличивать налоги на дополнительные имущества. Вопрос, зачем у тебя 3D-квартиры, да, что ты с ними делаешь? Сдаешь ты их в аренду или нет? Если сдаешь, будешь налог к крантье платить. Соответственно, дополнительный налог на имущество. Отмена всех льгот, которые ты имеешь. Ну, это просто элементарное подтверждение. Минимизация льгот со стороны государства и, наоборот, ужесточение для тех, у кого есть капитал. Богатые будут платить больше налогов, но это факт. И их, соответственно, будут стимулировать не вводить эти денежные средства в оборот, а оставлять их в каких-то долгосрочных сбережениях. Снижение доходности банковских депозитов, да, будет служить импульсом для того, чтобы не сберегать. А если у нас будет импульс, чтобы не сберегать, мы получим серьезный инфляционный импульс. У нас и так ЦБ пытается уже на протяжении года с инфляцией бороться. Поэтому здесь вопрос, что долгосрочно, долгосрочные инвестиции. Вот, например, сейчас интересная облигация с постоянным купоном, покупка акций российских компаний, потому что здесь будут дивиденды, здесь будет легальность, подтверждение того, что вы покупали, когда покупали, с какой доходностью покупали. А эта доходность, соответственно, будет расти. И платить налоги. Все в легальном поле.